Практически все подсудимые в зале вместе с адвокатами. Но это заседание касается лишь троих, а не за решеткой. По решению судей снимать их запрещено. Исаидель Султанов, Александр Травин, Светлана Индейкина в следственных изоляторах Ивановской области и Москвы провели уже три года. Их обвиняют в попытке создать преступное сообщество и покушение на мошенничество. Ни один из троих вину не признал. Прокуратура просит суд продлить им срок содержания под стражей, причем сразу на полгода. То есть до трех с половиной лет в общей сложности. Я по-прежнему полагаю, что находясь на свободе подсудимые Травина, Дель Султанов и Индейкина под тяжестью предъявленного обвинения. Мы все знаем, что они обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений против собственности в составе преступного сообщества, а также в совершении одного особо тяжкого преступления. Так вот, полагаю, что под тяжестью данного предъявленного обвинения подсудимые, каждый из трех, могут скрыться в настоящее время от суда. То есть, кроме того, также полагаю, что подсудимые могут воспрепятствовать производству по настоящему уголовному делу путем контактов с иными неустановленными участниками преступного сообщества. Подсудимые, в свою очередь, просили суд об изменении меропресечения на домашний арест, залог, запрет определенных действий. Согласны были на комплекс этих мер, лишь бы выйти из СИЗО. Светлана Индейкина напомнила, что женщин в России не отправляют отбывать наказание на строгий режим. А СИЗО, говорит она, по сути, он и есть. При этом ее вина не доказана. И она это равен с Идиль Султановым, называют дело сфабрикованным и заказным. Адвокаты поддержали ходатайство подзащитных. Говорили, в частности, об их проблемах со здоровьем, о заявленной Верховным судом гуманизации правосудия. Я просил бы обратить внимание суда, что все-таки заключение под стражу избирается и сохраняется в том случае, когда невозможно избрать более мягкую меру пресечения. В то время как уголовно-процессуальный закон содержит еще целый ряд возможностей избрания иных мер пресечения, которые, как правильно сказал мой коллега, обеспечат изоляцию Иссыха Кашевича от общества, в том числе дома. Сроки содержания под стражу Трайана и других подсудимых превысили все разумные сроки. В данном случае у нас еще искренне подсудимая женщина. Я считаю, что отношение Светланы Валентиновны в этот случай вообще уникальное. И, наверное, у нас еще такого не было, чтобы такой срок содержания под стражей был и рассматривался в суде. Адвокат Идиль Султанова Умалат Сайгитов назвал доводы гособвинителя бездоказательными, но попросил суд, если все же подсудимых оставят в СИЗО, продлить срок содержания не на полгода, а хотя бы на три месяца. Также он подал ходатайство о личном поручительстве командира отряда Ахмата Апти Алаудинова в отношении Иссы Идиль Султанова. Мнение сторон суд выслушал еще во вторник. Решение было оглашено в среду. Все трое подсудимых останутся в следственном изоляторе до 2 января будущего года.